Доброе утро! Будьте благословены! Пожалуйста, присаживайтесь. Хочу поздравить вас с самым великим праздником христианским, который вообще существует на этой земле. Это праздник рождения Церкви, праздник сошествия Святого Духа. Слава Богу! Две тысячи лет назад Иисус собрал своих учеников и повелел им, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного Духа Святого. И вот 120 человек собрались в горнице наверху и ждали, когда придет Дух Святой. Когда пришел Святой Дух, они облеклись в силу и пошли проповедовать Слово Божье. Братья и сестры, Дух Святой сегодня на земле. И наша задача как можно быстрее, лучше, качественнее наладить с ним контакт. Библия говорит, что Он с вами будет, и Он внутри вас будет. И Дух Святой, Он есть помощник, Он есть утешитель, Он Дух истины. Дух Святой – это сверхъестественная сила Божья, которая способна исцелить человека, изменить его сердце, освободить от алкоголя, наркотиков, от всякого влияния колдовства, проклятия. Поэтому нам нужен Дух Святой. Иисус Христос на Голговском кресте искупил нас от проклятия. Проклятие – это не что иное, как демоническое влияние на жизнь человека. Для чего Он это сделал? Для благословения. Чтобы на твою жизнь влиял Святой Дух. Аминь. Это похоже на то, если ты находишься под холодным, моросящим дождем, вместе со снегом, с градом, и вдруг ты заходишь в комнату, и там совершенно другая атмосфера. Там тепло, там сухо и уютно. Ты попадаешь под другое влияние. Дух Святой хочет, чтобы ты жил под другим влиянием. И если на улице, где идет снег с дождем и с градом, ты ежися, ты вот так вот скрутился весь, тебе неуютно, тебе плохо, тебе ничего не хочется, то дома, в тепле, в добре, там все хочется. Там жить хочется. Аминь. Бог хочет поменять атмосферу твоей жизни. Я говорю, Бог хочет поменять атмосферу твоей жизни. Что такое Царство Божье? Это мир, праведность и радость в Духе Святом. Бог хочет, чтобы ты ходил в хорошей атмосфере по этой жизни. В Духе Святом. Дух Святой. Сверхъестественная Божья сила, которая способна поменять не только лично жизнь человека, но эта атмосфера способна поменять даже жизнь целой страны. Аминь. И мы верим в то, что Дух Святой будет действовать в нашей стране. Мы верим, что Он будет менять атмосферу нашу. И создаст такую атмосферу, в которой взятки брать будет невозможно, в котором все наши милиционеры, прокуроры, СБУшники, они вдруг начнут наконец-то защищать людей от правительства, а не правительства от людей. И я думаю, что все изменится. Потому что Дух Святой, Он меняет атмосферу. И Он создает такую атмосферу, в которой жить становится намного лучше. Аминь. И сегодня у нас хороший день, чтобы помолиться. И люди, которые имеют в своей жизни болезни, они получили исцеление. Знаете, я верю, что Бог может исцелять больных. Кроме того, что я в это верю, я часто это еще вижу. У нас свидетельство есть. Аминь. И мы каждый раз это видим. И мы видим доказательства, что Бог творит сверхъестественные чудеса. Аминь. И знаете, важно понять, что пастор не исцеляет. Это очень важно понять. Потому что если люди хотят, чтобы их пастор исцелил, то, скорее всего, они заблуждаются. И из-за этого они потом разочаровываются. Конечно, год назад на меня завели уголовное дело за лечение без лицензии. Вот. Они думают, что я исцеляю. Но это неправда. Я не исцеляю. Это доказательство того, что я иногда тоже болею. Если бы я мог всех исцелять, я бы не болел. Правильно? Вот. Поэтому я иногда тоже болею. Но то, что я делаю, я проповедую людям Слово Божье, которое рождает в их сердцах веру. А вера притягивает Бога. Люди притягивают своей верой Бога. Когда женщина лежит в больничной палате в Павлограде, в отделении на сохранении, готовится к кесареву сечению, зная, что у нее гепатит С, и она полна веры, и с двух часов до пяти пытаются настроить интернет, чтобы поймать служение, то за два часа ее вера достигает такого пика, что она получает свое чудо. Аминь. Знаете, вера, она способна притянуть в жизнь человека Бога. Вера. Поэтому Библия говорит, надо бы, чтобы приходящий к Богу веровал. Веровал. Если ты будешь верить, Библия говорит, все возможно человеку, который поверил. Моя задача заключается в том, чтобы возбудить в людях веру, поднять веру, поднять веру, потому что когда ты будешь веровать, Бог придет в твою жизнь. Чудо придет в твою жизнь. Изменения придут в твою жизнь. И во что бы ты не веровал, Библия говорит, что все, о чем попросят люди, с верой, Бог им это даст. Аминь. Во что бы ты не верил. Во что бы ты не верил. И знаете, вот когда я вижу людей, которые исцеляются, но также я вижу людей, которые не могут получить свое чудо. И для меня всегда это вопрос. Большой вопрос. Я задаю себе такой вопрос. Почему одних получается, у других не получается? Знаете, если я могу ответить на этот вопрос, то можно будет сделать так, чтобы больше людей имели чудеса. Поэтому для меня всегда стоит вопрос. Почему? У некоторых выходит. У некоторых не выходит. И здесь нельзя разделить на плохих людей и хороших. Потому что иногда Бог творит чудеса в жизни плохих людей. А в жизни хороших не творит. Поэтому здесь нельзя распределить на плохих и хороших людей. Иногда мы говорим, Бог делает все по вере. И нам кажется, ну вот эти люди верили. Но когда смотришь, некоторые люди больше даже верили, и чего-то они не получили. Другой человек, он вообще не верил ни во что. Он просто пришел, потому что ему сказали, и как-то Бог его коснулся. Знаете, очень сложно разобраться, почему в жизни одних что-то происходит, в жизни других не происходит. Но мы пытаемся разобраться. И я знаю, что людей, получающих исцеление, с каждым днем, с каждым годом будет больше и больше. Да. Потому что мы в этом растем. Знаете, это как наука. Это как медицина. Медицина. Медицина все больше и больше болезней побеждает. С каждым годом она развивается, развивается, развивается. Я когда родился на этот свет в 65-м году, на земле жило 3,5 миллиарда. А сейчас 7 живет. За 50 лет 7 миллиардов живет. В два раза увеличилось количество людей на земле. Почему? Потому что врачи, ученые победили болезни. Аминь. Мы будем развиваться. И наша вера тоже научится побеждать болезни. Аминь. Мы научимся побеждать верой рак. Спит. Другие самые страшные болезни. Просто надо верить. И надо в это вникать. Надо учиться. И знаете, вот вникая в причину, почему у одних людей чудеса происходят, у других нет. Я натолкнулся на жизнь такого великого божьего человека, которого звали Авраам. Если вы читали когда-то Библию, то вы знаете, что Авраам – это отец всех верующих людей. Он стал родоначальником отношений с Богом по вере. Бог обратился к Аврааму, который жил в хорошем, комфортабельном городе, в котором даже водопровод был, хоть это и было там четыре тысячи лет назад. И он сказал ему, выйди из Ура Халдейского и ходи по этой земле. Авраам поверил Богу и оставил место своего обитания и подчинил себя Богу для того, чтобы странствовать по земле, которую впоследствии Бог дал еврейскому народу. И вот Авраам, следуя за Богом, подчиняясь Богу, увидел чудо. Его неплодная жена Сара в 90 лет родила своего первого ребенка. Чудо! Чудо! Если ты следуешь за Богом, рано или поздно ты придешь к чуду. Тебе нужно подчиниться Богу, следовать за Богом и рано или поздно чудо произойдет. И вот Авраам радовался тому, что у него появился наследник. Радовался тому, что над его родом, над его семьей разбито проклятие, бесплодие. Он радовался тому, что ему есть кому передать свои несметные сокровища. Аминь! Он этому радовался до тех пор, пока однажды к нему не пришел Господь. И Господь сказал, Авраам, я хочу, чтобы ты взял своего сына, единственного твоего, того, которого ты любишь, и принес во всесожжение на одной из гор. Знаете, для меня, как для нормального человека, этот вопрос вообще непонятен. Как можно взять сына, тем более единственного, тем более того, которого ты любишь, и принести в жертву. Это непонятно для меня. Для меня это непонятно. Но Авраам, он был человеком, который полностью отдал свою жизнь в руки всемогущего Бога. Он был таким человеком. Поэтому, когда он услышал это слово, у него не было особой радости, особого счастья, но он подчинил себя Богу. Он взял своего сына, историки говорят, что ему в то время было лет 15, и повел его на гору Мария, где был жертвенник, и где он должен был его положить на жертвенник, убить и сжечь во славу Божью. Ужас. Вы со мной согласны, что ужас, да? Ну, здесь же нет таких религиозных людей, которые сказали, такие я тоже могу. Ужас. И он взял своего сына, взял вязанку дров и повел его на гору. И он его вел на гору три дня. Три дня. По дороге сын спросил отца и сказал, папа, мы идем на гору принести Богу жертву. Я вижу вязанку дров, я вижу твою решимость принести эту жертву. Но где же сама жертва? На что Авраам сказал, Бог усмотрит себе жертву. Одно из имен Господа Ягова Ире, что в переводе обозначает на горе усмотрится. На горе усмотрится. И вот они три дня шли на гору. Когда они поднялись, Авраам связал своего сына, положил его на жертвенник, занес над ним нож и в этот самый момент он услышал голос Божий с неба. Стой! Не делай вреда этому отроку. И когда Авраам перевел свои глаза в сторону, он увидел, как в чаще запутался Агнец, барашек. Он убрал сына с жертвенника и положил на жертвенник барашка. Таким образом, сын был спасен, а вместо этого сына на жертвенник был положен Агнец. Агнец, которого дал Бог. Знаете, это история, великий прообраз того, что произошло с каждым из нас. Потому что вместо нас на жертвенник пошел Агнец Божий и имя его Иисус Христос. Аминь. Он умер за наши грехи. Он понес наши болезни. Ранами его мы исцелились. Он взял на себя наши проклятия. Он понес нашу нищету и бедность. Он стал жертвой вместо каждого из нас. Представьте себе этого пацанчика, которому 15 лет, которому отец развязал руки и сказал, ты будешь жить долго и счастливо. Из-за чего? Из-за вот этого барашка. Я хочу тебе сказать, что из-за жертвы Иисуса Христа ты можешь жить долго и счастливо. Из-за жертвы Иисуса Христа ты можешь быть здоровым. Из-за жертвы Иисуса Христа ты можешь выйти из проклятия. Жертва Иисуса это причина, по которой наша жизнь может измениться. Знаете, когда мы рассматриваем ситуацию, которая произошла на другой горе под названием Голгофа, там все было по-другому. Так как Авраам полностью подчинил свою жизнь Богу, Иисус Христос полностью отдал себя в руки людей. Знаете, Иисус Сын Божий. Библия говорит, что Он был прекраснейший из сынов человеческих. Кроме того, что Он родился от Духа Святого, Он еще был по жизни красавец. Аминь. И вот люди распили Его. Написано, Его арестовали, предали из-за зависти. Ученики в страхе разбежались. Римские воины плевали на Него, избивали Его, унижали Его. Они нарядили Его, как какого-то шута. Потом сорвали с Него полностью одежду, и Он был ногой на Головском кресте. Потом они взяли гвозди, прибили Его гвоздями ко кресту, и впоследствии, чтобы проверить, умер Он или нет, пробили копьем Ему ребра. Бог убрал свои руки от Сына Божьего. И люди сделали с Ним то, что захотели. Поверьте, люди без Бога ничего хорошего сделать на этой земле не могут. Безбожные люди только то и делают, что делают зло. Только с Богом люди делают добро. Только с Богом можно заставить человека делать добро. Они изувечили, изуродовали, убили Иисуса Христа, Он оказался в руках человеческих. Для чего Иисус оказался в руках человеческих? Чтобы у Него было моральное право требовать, чтобы твоя жизнь полностью оказалась в руках Божьих. Знаете, почему люди не видят, как Иисус Христос действует в их жизни? Почему люди не видят, как жертва Иисуса действует в их жизни? Почему? Потому что так само, как Иисус полностью отдал себя в руки людей, Он хочет, чтобы каждый человек отдал себя полностью в руки Бога. Знаете, друзья, люди боятся отдавать себя в руки Божьи. Они говорят, так не, но у меня же есть своя жизнь, у меня же есть своя судьба, у меня есть вещи, которые я хочу делать в жизни. Человек так рассуждает. Если я и приду к Богу, то это для того, чтобы он решил какие-то мои проблемы, чтобы я потом ушел и продолжал жить так, как я хочу. Знаете, дьявол вселяет страх людей, что если ты отдашь свою жизнь в руки Бога, то что-то плохое с тобой произойдет. Знаете, надо научиться доверять Богу свою жизнь. Надо вот эти все дьявольские страхи от себя прогнать. Да, дьявол обманывает людей. О, если ты отдашь свою жизнь в руки Божьи, это ты будешь тупым, бедным, несчастным, больным, проклятым, твоя жизнь будет разрушена, ты будешь каким-то страшным, зазомбированным сектантом. Страх, страх. Люди не хотят свою жизнь отдавать в руки Бога. Они говорят, я буду управлять сам своей жизнью. Я буду управлять сам своей судьбой. Слушай, до тех пор, пока ты управляешь сам своей жизнью, жертва Иисуса Христа в твоей жизни не работает. Когда Авраам полностью доверил свою жизнь Богу, появился Агнец. Агнец может появиться и в твоей жизни. Агнец, который берет на себя твои болезни, твои грехи, твои проклятия, но есть одно условие. Отдай свою жизнь Господу. Посвяти свою жизнь Богу. Почини свою жизнь Богу. Знаете, дьявол очень напугал людей. Просто запугал их. Может быть, в нашем мозгу есть какие-то ассоциации. И раньше при Советском Союзе, когда преобладающей еще была православная церковь, и мы встречали людей и говорили, вот этот человек полностью, полностью верующий. И мы встречали какого-то человека, который был немножко не в себе, и он крестился на каждый столб. И мы говорили, о, это верующий, ну да, лучше таким не быть. Или мы встречали людей, которые сидят возле храма и просят деньги, и мы говорили, о, вот это настоящий верующий, вот это настоящий верующий, который отдал всю свою жизнь Богу. Слушайте, дьявол обманул нас. Я говорю, дьявол нас обманул. Если ты отдашь свою жизнь Богу, твоя жизнь улучшится в сто раз. В сто раз. Да, это рискованно. Авраам рисковал. Но знаете, с Богом риск всегда заканчивается в нашу пользу. С Богом мы всегда выигрываем. Когда ты отдаешь свою жизнь Богу целиком и полностью, ты не проиграешь. Ты не пролетишь. Аминь. Люди говорят, как это отдать свою жизнь Богу? А как я тогда не смогу то или не смогу то? Слушай, если ты отдашь свою жизнь Богу, ты сможешь намного больше, чем то, что ты можешь сейчас. У тебя будет возможностей больше. Аминь. Но если я отдам свою жизнь Богу, я не смогу пить, я не смогу то, я не смогу все, я не смогу пятое, десятое. Слушай, если ты отдашь свою жизнь Богу, тебя тащить будет без пьянки. если ты отдашь свою жизнь Богу, твоя жизнь изменится. Люди не хотят отдавать свою жизнь Богу, у них в голове стоит какой-то страх. Я рассказал эту историю, и она действительно страшная. Отнести сына на жертвенник, но послушай, если бы многие родители отдали своих детей Господу, они бы никогда в жизни не стали наркоманами, они бы не стали алкоголиками, они бы не стали ворами, а ты его держишь в своих руках и стараешься не выпустить, да ему уже 40 лет, отпусти его. Надо отдать свою жизнь Богу. Я говорю, надо отдать свою жизнь Богу. Когда Авраам отдал свою жизнь Богу, свою, и своего сына Агнец пришел, Агнец придет твою жизнь. Агнец, который берет на себя твои болезни, твои грехи, твои проклятия, Агнец Божий, проливший кровь, Аминь, Он умрет за тебя, ты будешь жить, Он болеть будет за тебя, ты будешь здоров, Он станет грешным за тебя, ты станешь праведным. Агнец Божий приходит к тем, кто говорит, моя жизнь посвящена Богу. Люди говорят, ой, это посвятить свою жизнь Богу, это стать каким-то тупым, бедным, несчастным, сектантом, посмотрите на меня. Я отдал свою жизнь Богу 27 лет назад, я не стал тупым, сектантом, я вообще поступил в университет на кафедру философии на соискание ученого звания кандидата наук по религоведению. О чем речь вообще? Когда ты отдаешь свою жизнь Богу, ты можешь в сто раз больше, чем если ты сам своей жизнью распоряжаешься. Люди обмануты, дьявол вдолбил им голову, отдать свою жизнь Богу, надо свою жизнь дьяволу отдать, тогда ты будешь счастливый. Слушай, когда ты отдашь свою жизнь дьяволу, ты будешь гореть в аду. Если даже на этой земле дьявол тебя не обманет, и ты еще как-то пропетляешь, то после смерти ты окажешься в аду. Но если ты отдашь свою жизнь Богу, то после смерти ты окажешься в Царстве Божьем. Я слышал недавно историю, которую доктор Ильича рассказывал. Он говорит, мой сын отравился в школе. Отравили, что ты покушал? отравился. Его отвезли в больницу. И в больнице он умер. Говорит, я прибежал в больницу. И он уже не дышал. Он говорит, я начал за него молиться. Когда я молился, час врачи ничего не говорили. Но когда я молился, второй час, третий час, четвертый час, врачи сказали, послушайте, перестаньте молиться, он мертвый. Он мертвый. Но он молился, продолжал молиться. Он продолжал молиться. Он сказал, это не воля Божья, чтобы мой сын умирал в 10 лет. Я верну его назад. И на каком-то этапе он в двух раз и вдохнул глубоко. Вдохнул и открыл глаза. И пастор что сказал? Сынок, сынок, ты где был? Он сказал, с Иисусом? Он сказал, передай ему привет! Он сказал, папа, он рядом стоит. Агнец Божий, проливший кровь за то, чтобы мы жили, за то, чтобы мы были спасены. Когда он пришел в сознание, пастор спросил, сын, расскажи, что было? Он говорит, Иисус встретил меня, взял меня за руку и повел меня в Царство Божье. Говорит, когда мы туда вошли, там стояли тысячи, тысячи верующих людей, членов нашей церкви, которые раньше умерли. И они все приветствовали сына нашего пастора. они приветствовали его, они были счастливы. Сказал, папа, они были прекрасные эти люди, они были другие. Я сказал, Иисус, Иисус, мне так тут нравится, я тут останусь. Иисус сказал, не, 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 папа назад зовет. Папа назад зовет. Папа тебя не отпускает. Знаете, мы увидим небо. Нравится тебе это или нет, но мы его все равно увидим. Если ты его увидишь, и ты отдал жизнь свою сегодня Богу, амэн, то ты увидишь настоящее небо. Небо, на котором обитает Господь. Если ты не отдал свою жизнь Богу сегодня, твоя жизнь не принадлежит Богу, ты живешь сам для себя, у тебя свои цели, свои планы, свои программы, слушай, Иисус, Он не действует в твоей жизни. Иисус не работает в твоей жизни. Братья и сестры, мне так хочется, чтобы в нашей жизни действовал Иисус, чтобы жертва Иисуса, она не была бесполезной. Пусть эта жертва будет для тебя ответом, решением, выходом. Почему люди освобождаются от наркотиков через жертву Иисуса? Почему люди исцеляются от болезней? Через жертву Иисуса. Почему самые закостеневшие грешники вдруг начинают ощущать себя праведниками? Через жертву Иисуса. Почему люди, живущие в нищете и в проклятии, приходят в процветание? Через жертву Иисуса. Почему те, кому судьба назначила смерть в молодом возрасте, продолжают жить через жертву Иисуса? Почему люди меняются, становятся любящими, добрыми? Через жертву Иисуса Христа. И жертва она не приходит тогда, когда тебе хочется. Знаете, человек приходит к Богу, приходит церковь и говорит, у меня все хорошо, у меня своя жизнь, у меня свои планы, у меня свои программы. Единственное, что мне мешает реализовать мои планы, мои программы, это у меня почки болят. Сейчас я приду сюда, получу исцеление от почек и пойду жить так, как я хочу. Слушай, для Иисуса твоя душа в сто раз дороже, чем твои почки. Потому что твои почки нужны тебе, пока ты живешь на земле, а душа тебе нужна вечность. Ты будешь вечно жить с Богом, если твоя душа будет спасена. Богу важна твоя душа. И Он говорит, приди ко мне и посвяти свою жизнь мне. Скажи, Господь, моя жизнь принадлежит полностью тебе. Я не живу сам для себя, я не живу для каких-то своих целей, я живу для тебя, Господь. Я хочу, чтобы моя жизнь принадлежала целиком и полностью тебе. Знаете, Авраам, он сделал шаг веры. Шаг веры. Он полностью подчинил себя Богу. Знаете, вера, это не просто ходить в храм на Троицу. Вера, она подчиняет себя Богу. Вера говорит, я знаю, что есть Бог. Я знаю, есть этот мир. У мира свои правила. У Бога свои правила. Так вот, я не буду жить по правилам этого мира. Я подчиню свою жизнь Богу. Я посвящу ее полностью Богу. Знаете, когда он отдал свою жизнь Богу, посвятил, подчинил, вот как раз тогда, в тот момент появился Агнец Божий. Агнец Божий. Знаете, Иисус показал нам пример. Он сказал, смотрите, я Божий Сын. Я вообще могу на небе сидеть и сюда даже не спускаться. Я могу там быть. Для меня ничего не стоит быть в окружении ангелов и наслаждаться вечностью. Но я спустился на землю и передал свою жизнь в руки самых злых, ничтожных, подлых, гнилых людей, которые завидовали, которые издевались, которые предавали, которые обворовывали, они обокрали его, они забрали у него одежду. Которые насмехались над ним, которые плевали на него, плевали, которые издевались над ним. Это надо придумать только истерно сплести венец, одеть на голову Сыну Божьему и бить по этой голове палками. Они делали это все. Иисус не противился. Понимаешь? Он не противился. Он отдал себя в руки людей. Я тебе предлагаю отдать себя в руки Божьей. Знаете, отдать себя в руки Божьей намного лучше, чем отдать себя в руки людей. Люди никогда не смогут настолько хорошо к тебе отнестись, как к тебе хорошо отнесется Бог. Бог любит тебя. Знаете, Он для этого и отдал своего Сына. Он для этого отдал своего Сына. Он знал, люди будут мучиться от грехов, люди будут мучиться от болезней, люди будут мучиться от бесов. Он это знал. Он сказал, я отдам своего Сына, чтобы от этих мучений их избавить, чтобы люди начали жить по-другому, чтобы у них появился шанс начать жизнь с чистого листа, чтобы у них появился шанс начать жизнь без болезней, чтобы у них появился шанс начать жизнь без колдовства и проклятий. Вот что сделал Иисус. Он отдал себя в руки человеческие для того, чтобы каждый из нас отдал себя в руки Божьей. Знаете, когда ты не отдаешь себя в руки Божьей, когда ты живешь своими планами, своими целями, ты не советуешься с Богом, ты не вникаешь в волю Божью для твоей жизни и для твоей судьбы, тогда жертва Иисуса в твоей жизни не работает. Я не знаю, сколько человек сегодня пришло для того, чтобы получить исцеление от болезни, но сегодняшний план, он такой. если ты отдашь твою жизнь в руки Божьей, Бог совершит чудо. Твоя опухоль умрет, твой гепатит умрет, твой ВИЧ умрет, туберкулез умрет, артрит умрет, аллергия уйдет навсегда, эпилепсия уйдет, психические болезни уйдут, бесплодие уйдет, разрушится всякое колдовство и проклятие, и жизнь в неудачах закончится, если ты отдашь свою жизнь в руки Бога, не просто формально, так, чтобы сказать, ну, я, конечно же, отдаю свою жизнь в руки Бога, вот, но это просто для того, чтобы сейчас получить свое какое-нибудь исцеление. Бог видит твое сердце. Знаете, Авраам, он занес нож над своему сыном, он занес нож, понимаете, этот ребенок, он был за одну секунду до смерти, за одну секунду, его отделяла одна секунда, Авраам занес нож в своем сердце, он решил все, что в него есть, даже самое дорогое, отдать Богу, отдай себя Богу, ты не проиграешь, я говорю, ты не проиграешь, мы эгоисты, мы думаем, что если я буду жить для себя, то в моей жизни все будет хорошо, я тебе скажу, принцип такой, когда Бог творил человека, когда Бог вкладывал в него психику, вкладывал душу, вкладывал разум, все вкладывал, он запланировал, чтобы ты жил для Бога, у него план такой был, не нарушай планы Божьи, не ломай планы Божьи, живи для Бога, живи для Бога, посвяти свою жизнь Богу, как только Авраам решил в своем сердце, все, я отдаю Богу, тут же появился Агнец, как только ты решишь, что ты отдаешь свою жизнь Господу, тут же появится Иисус Христос, как сказал, как сказал, как говорит Библия, что посмотрите на Иисус, знаете, если ты отдашь свою жизнь Богу, у тебя будет на кого посмотреть, Он будет рядом с тобой, Он будет помогать тебе, Он будет вытаскивать, от тебя, по-другому никак, только нужно отдать свою жизнь Господу, отдать свою жизнь Господу, Аллилуйя, широба симбру лоро лофлесития, Аллилуйя, реки дэш тим ролой, амбра хатар лофлесития, лар лофлесития, элабра башан лоро лофлеси, давайте мы закроем свои глаза, Р золienda, неравра лофлесития, трифизи, баллах ожидания, joye, амбра, лофлесития, чоуууу earn clueled